Китайские онлайн-ритейлеры открывают собственные площадки для восточноевропейских компаний. Какие товары и услуги необходимы Китаю? Общаемся с Виктором Сюй, президентом компании JD.com. Есть ли место для компаний из СНГ, грубо говоря, в Китае? Есть ли у них возможность попасть на этот рынок или этот рынок самодостаточный, скажем так, и места им нет? Ну, самое крупное, конечно, среди русскоязычных – это Россия, потом на втором месте – это Украина. То есть есть возможность у этих компаний присутствовать в Китае и продавать свои товары? Да, да, да. Какие товары, возможно, затребованы в Китае и какие товары могут попасть на этот рынок? Лично я уверен, что в России или на Украине есть очень многие широпотребы на товары, на этом украске. Мы не говорим о какой-то военной технике, о какой-то битюфи, то есть промышленных товарах. Мы говорим о широпотребах. В этом смысле есть морепродукты, детское питание, есть многие такие пищевые товары, есть традиционно русские реверсальные товары, янтарь и так далее. Есть многие товары, которые найдут хорошее потребление. Китай, как и Россия, великая страна. То есть большая страна по вкусу и по всему цвету товара еще нет. Поэтому, как правило, менталитеты в разных регионах страны тоже совсем по-разному. И в целом северо-восточная часть страны, они наиболее востребованы в первое время. Но мне кажется, морепродукты, как камчатские крабы, баутусы... То есть продукты питания, это то, на что стоит делать ставку компаниями из СНГ в предыдущие? В первое время, мне кажется, да. Есть ли место для компаний, которые производят технику, оборудование какого-то рода? Либо все-таки Китай, как его называют, мировая фабрика, и уже всего своего хватает? Ну, я уже вижу, что многие российские компании, они заказывают по модели ODM или OEM в Китае. То есть поскольку для них они раньше работали на российском рынке, у себя дома, они через свои бренды. А они в основном заказывают именно дизайн и разработку именно в Китае. По такой же модели, я считаю, что сейчас обратный процесс нужно делать в сторону Китая. Но рынок большой. У нас великий рынок. Единственное, что там уровень конкуренции гораздо более высокий. Наверное, самый высокий. А требования к компаниям, которые выходят на ваш рынок, они преодолимы для местных компаний? Я считаю, конечно, в России есть хорошие товары. Нужно оптимизировать свое или усовершенствовать свое умение по маркетингу, по знанию именно местной ситуации. Менталитет китайского специфика. А это нужно специфика. Я думаю, то есть то же самое, как мы выходим на международный рынок, как российская компания выходит на китайский рынок. Здесь то же самое. Но единственное, что хорошо, хорошая новость заключается в том, что через нашу платформу они сразу получают доступ к ежедневным 50 миллионов, скажем, погодейшим китайцам. У нас каждый день к нам приходит 50 миллионов человек. По вашему мнению, кому проще вашей компании появляться на новых рынках, либо новым компаниям приходить на ваш рынок? На китайский рынок? Мне кажется, нам. Нам проще. А какой причине? Потому что мы работали на самой конкурентной среде. Образно говоря, на кровавой рынке. Мы выжили. Значит, нам легче. Нам проще работать на международном рынке. Тем более у нас есть большой опыт работы. Лично для меня я работал уже больше 20 лет на международном рынке. Прошлая компания, которая сделала международный бизнес, это Huawei. С нуля его основал, сейчас его уже международный час, уже почти не больше, не меньше 35 миллиардов долларов. Это очень большая компания. Это крупнейший информационный и телекоммуникационный гигант в мире. Спасибо вам большое. Я думаю, такой же путь может ожидать и российских гигантов, которые действительно и психологически, и инвестиционно, и технически они готовы к китайскому рынку. По потенциале китайского рынка онлайн-ритейла мы сегодня общались с Виктором Сюи, президентом компании JD.com. Спасибо за ваше внимание. С вами был Александр Кулибаб и специально для Дука Скопи ТВ из Москвы. Продолжение следует...